У дома номер 6 по Сухановской улице в ЖК Государевдом нас встречали неравнодушные жители. Впрочем, к приезду журналистов, как выяснилось, подготовились не только они, но и управляющая компания. Территории ближайших дворов были очищены от снега. Как говорит один известный телеведущий, совпадение не думаю. Впрочем, проблемные места здесь остались. Здесь пожарные выезды. Там даже большие машины приезжают, ну как котлы обслуживают, чем там соль везут или что. Они буксуют, они не могут проехать с стоянкой, вот эта дорога между котельной и стоянкой, это его, по кадастровому номеру. Представительница управляющей компании, которая пришла на встречу жителей, постаралась максимально полно ответить на все вопросы. Тем более, что, по мнению граждан, не везде в микрорайоне царит такая образцовая чистота. Ольга Шайкина – мама двоих детей. Старший учится в школе, говорит, подход к учебному заведению – настоящая проблема. Мой ребенок, ходя в школу, просто туда не может пройти. Все очень нечищено, а там просто по колено. Внизу находится лед, сверху слякоть. Никакого пешеходного перехода просто конкретно не видно. Когда они подходят к школе, там такая же невероятная ситуация. А вот это уже вряд ли можно назвать совпадением, потому что мы не поленились и отправились посмотреть ситуацию вокруг школы. Справедливости ради стоит отметить, здесь во все работали дворники. Впрочем, сказать, что в этой части жилого комплекса идеальная чистота была бы лукавством. По мнению представителей управляющей компании, всему виной аномальные снегопады. В этом году они побили рекорд 1973 года. Это больше ручной работы, больше техники нужно. Плюс у нас, к сожалению, сейчас такой климат, что у нас то в плюс, то в минус. Из-за этого обледенение. Ну, а когда лед на асфальте, соответственно, его уже нужно, на него потратишь на уборку, там, не 10 минут, а, ну, там, часа полтора. На территории ЖК расположено 50 домов и 36 придомовых территорий. За порядком на них присматривают 50 дворников. Кроме того, на улицах микрорайона работает 6 единиц техники. Но пока вряд ли можно сказать, что они справляются с последствиями снегопадов. Особенно нелегко в такой ситуации людям с ограниченными возможностями здоровья. У меня ребенок инвалид, мы с ней, ну, тяжело очень ходить по дорогам, но все равно как-то мы с ней, ну, все равно гуляем. Тропинки, конечно, бывает, что очень узко, чистят, но узко, как бы, но все равно. А машина ставят уже, потому что ставят, и на тротуар тоже не пройти. Действительно, еще одна проблема, о которой говорили коммунальщики, припаркованный транспорт. Мы также заехали в один из дворов. Если пешеходные дорожки почищены, то на проезжей части снежная каша. На призывы и объявления коммунальщиков убрать транспорт на время работы уборочной техники автолюбители реагируют слабо, хотя есть и исключения. Есть дворы, которые очень активны, очень, ну, как, они нам помогают даже. Выходят и сами разгоняют машины, и дворникам помогают. Таким людям мы очень благодарны, потому что, ну, мы все работаем для нас же, да, чтобы нам было комфортно и приятно жить. Представительница управляющей компании заверила нас и местных жителей, что последствия снегопадов будут ликвидированы в кратчайшее время. А мы будем следить за ситуацией. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Доблятова. Видно этого. Максим Козлов, Екатерина Доблятова.